Приветствую вас, и давайте попробуем несколько последовательно разобрать ситуацию в том порядке, в каком она описана в вашем письме. Значит, первое, что вы пишете, это то, что в поздней школе ваши подруги забыли про вас. Вот сам по себе этот факт требует отдельной работы. Почему забыли? Почему вы перестали поддерживать с ними связь? Почему одарились? И ваше личное к этому отношение. Дело в том, что друзья детства, несмотря на распространенное мнение о постоянстве и, так сказать, на всю жизнь, на самом деле, друзья, детства очень часто могут так же быстро и незаметно, как они стали таковыми для вас, они могут так же быстро и перестать быть таковыми для вас. Почему? Да потому что дружили вы, пока были маленькие, пока были детьми, когда стали взрослыми, у каждого появился свой путь и все они разошлись. У кого-то, конечно, общие интересы сохранились, но, по большей части, все-таки, друзья детства уже общаются не так сильно друг с другом, как раньше, когда были детьми, потому что, как я сказал, указывал свой путь, указывал свою жизнь. Например, в школе люди учились вместе в одном классе, все было хорошо, все было общее и так далее, но после школы каждый пошел в свой университет, и, соответственно, точек соприкосновения в целом гораздо меньше. И здесь обычно отношения сохраняются лишь по инициативе кого-то одного, того, кому эти отношения нужны. И в данном контексте, в контексте того, что было сказано, вам можно порекомендовать попробовать наладить общение с подругами, напомнить им о себе, чтобы они вспомнили о вас, встретиться и постараться привести время, тем самым, вновь наладив с ними взаимодействие. Но обязательно ответите на вопрос, почему они о вас забыли и почему у вас не сохранилось никаких интересов. Дальше вы пишете, что вы, значит, так, вы пишете, что в колледже есть друзья, но вы с ними не близки. Следующий момент, о котором нужно сказать отдельно. Я специально зачитал текст, потому что именно вот элемент разбираю с вами. Значит, у вас есть скольче друзья, но вы с ними не близки. Вот такая вопрос, что мешает вам с ними сблизиться? Что мешает вам, допустим, сделать их интересы, интересы ваших друзей своими? Или наоборот, почему вы не можете к ним сблизиться? Какие внутренние блоки вам мешают это сделать? На этот вопрос тоже нужно ответить и постараться найти как можно больше общего у вас с ним. То есть, что это означает? Есть круг людей, есть интересы этих людей, есть то, что они делают вместе и так далее. Чем лучше, быстрее, эффективнее вы вольетесь в их досуг, в их деятельность, тем ближе их станете. Чем полезнее вы на первых порах для них будете, тем ценнее вы для них станете долгосрочной перспективой. Потому что все начинается с интереса, все начинается с того, что этим людям нужно и того, что вы можете им предложить. Вот попробуйте подумать, что ничего не хватает этим людям. И дайте им это, и они вас, скорее всего, начнут ценить, и вы не будете чувствовать, что вы не близки с ними. Далее вы пишете про социофобию. Социофобия – это, безусловно, болезнь. Это, безусловно, как и любая фобия, это расстройство, не особенно страх. И нужно в первую очередь понять, разобрать ваш страх, чего вы боитесь. Сделать страх, скажем так, известным, понятным. Тогда вы перестанете от него бежать и, встретив его лицом к лицу, сможете скорректировать стратегию поведения. Для борьбы, для адаптации с каким-либо обстоятельством, которое вам не приятно. Страх нужно выявлять, работать с ним. И, как правило, именно социофобия скрывает под собой неуверенность с субъекта в самом себе, недостаток самолюбия, недостаток гордости и ощущение, что он – субъект хуже других. Соответственно, вам эти проблемы требуются решить, повысить уверенность в себе, повышать самолюбие. И избавиться от ощущения, что вы не такая, как все, что вы хуже. Это не есть верно. Это иллюзия. Иллюзорная шина. И потому делать нужно следующее. Для начала поставим себе определенные цели, исходящие из ваших прямых желаний. Дальше эти цели разобьем на задачи и начнем их выполнять. Именно эта выполнение задачи поспособствует вам, поспособствует увеличению вашей самооценки, самомнению, гордости. Вы начнете верить в себя благодаря успехам, которые будете достигать. И тогда, соответственно, перестанете считать, что вы хуже других людей, тех, кто вас окружает. Ну и параллельно, естественно, разбирать причины страха и вытаскивать корень страха на свет, чтобы понимать, что же вы, собственно, боитесь и почему. Ну и, наконец, последнее, о чем хочется сказать, это мысли от суицидий. Они, безусловно, являются реактивным поведением на то, что с вами происходит. Подсознательным желанием избавиться от напряжения, стресса, от одиночества. И не является собой истинной истинной целью убить себя, лишить жизнь. Потому что, в действительности, вы хотите жить. Если бы вы не хотели или стремились бы к суициду, то уже бы давно совершили попытку. А так, вы именно то хотите. Возможно, таким образом, вы стремитесь привлечь к себе внимание. То же самое внимание, которого вам не хватает. Но, тем не менее, вы понимаете, что это не выход и потому продолжаете бороться. Мы можем помочь вам делать это успешно. Для этого нужно поработать с вами и оказать вам соответствующую помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам хоть немножко. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok